Сегодня поговорим о подборе цвета скотча для обтяжки модели. Для этих целей мы подготовили такую палитру, на которой видно, как работают скотчи разных цветов. Начнем с прозрачного скотча. Как видите, он сам, как тот суслик из анекдота есть, но его не видно. Он не скрывает никакие элементы, которые нарисованы или приклеены под ним, не скрывает скотч других цветов, но служит для усиления поверхности и для защиты модели от попадания влаги и грязи. Все остальные цвета уже дают изменение цвета фона и, соответственно, при перекрытии тоже сами изменяют свой цвет. Здесь можете ориентироваться по этой таблице и смотреть, какие оттенки дают наименьшие изменения цвета при нахлестах, при многократных наложениях. Ну а на каких изменения цвета становятся более заметным и более явным. Особняком здесь идут два цвета черный и серебристый, то есть металлик. Черный полностью перекрывает любые другие цвета. Серебристый тоже непрозрачный, тоже перекрывает любые цвета, но если черный сквозь скотч другого цвета просвечивает, то серебристый можно использовать как фон. Он просто придает такой металлизированный блеск, но на цвет оклейки другими скотчами уже особо не влияет. Но не забывайте, что скотч, за исключением черного и серебристого, прозрачный и цвет фона здесь имеет значение. Чем темнее фон, тем сильнее он будет просвечивать сквозь пленку и тем более явно будут выражены любые нахлесты. Ну а если вы работаете с нашим белым пенолистом, то наилучшие результаты при оклейке будут давать белый скотч, который скрывает небольшие помарки и огрехи, желтый, черный и серебристый. На этих оттенках нахлесты абсолютно не видны. Плюс прозрачный скотч, который мы пользуемся при оклейке покрашенных моделей. Эту таблицу, а также более подробное описание свойств того или иного цвета вы сможете найти в статье на нашем сайте. Ссылка будет в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!